Итак, сегодня мы поговорим о легендарном автомобиле Ravon R4. Это тот же Chevrolet Cobalt, если кто-то не понял. Сейчас практически все говорят одно и то же об автомобилях, что качество машин уже не то. Машины стали реально одноразовыми, но на самом деле бывают и исключения. И это на удивление не только японские автомобили. Сегодня мы поговорим о Ravon R4. О нем мне рассказали в одном из таксопарков, в котором в работе 11 автомобилей Ravon R4 и самые старшие автомобили прошли около 300 тысяч километров и водители с уверенностью могут сказать о том, что он пройдет еще больше. В автопарке на данный момент более 30 автомобилей и третья часть Ravon R4. Первый автомобиль купили новым у дилера. Они заказывали серебристую машину, говорит владелец таксопарка. По его мнению, это самый лучший вариант для данной модели. Сегодня на одометре машины уже 300 тысяч километров. Работает она само собой каждый день. Итак, как же вы думаете, что реально сломалось за эти 300 тысяч километров? Напишите свой комментарий и мы посмотрим, кто угадал. Вот хотите верьте, а хотите нет, а поломок реально не было. За два года работы в такси в машине заменили ступичный подшипник, стойки стабилизатора и ремень-генератор. Даже и самим не верится, что единственные неисправности, с которыми пришлось столкнуться. Вся подвеска до сих пор целая. Я имею в виду пружины, амортизаторы и шаровые опоры. Реально раньше, когда читал репортажи журналистов, которые ездили на данной модели под названием Chevrolet Cobalt, длинные расстояния, я понял, что американцы и правда старались делать крепкие автомобили. Ведь Ravon R4 это просто другое название Chevrolet Cobalt, который разрабатывался для Бразилии. Там дороги очень плохие, поэтому износостойкость машины изначально уделялась особое внимание. Но так как завод General Motors находится в Узбекистане, а там дороги еще хуже, то американцы усилили все, что только можно было усилить. Вот и получается, что в наших условиях подвеска ходит больше 200 тысяч километров реально без каких-то проблем. Почему наш выбор падает именно на Ravon R4? Потому что после покупки первого автомобиля машина реально понравилась всем и затем пошел пополняться автопарк именно данной моделью. Хочется заметить, что не Logan, не Rio, а именно Ravon R4. Сейчас я могу сказать про опыт использования больше 30 автомобилей. В парке есть и Lada Vesta, и Volkswagen Polo, и Skoda Rapid, и Kia Rio. Ну в общем все основные бюджетные одноклассники Ravon. У каждой машины есть свои плюсы и минусы. Понятное дело, что какая-то красивее, какая-то современнее. Однако хочется отметить, что о покупке R4 еще ни разу не пожалели. Работяга одним словом. Машинка сзади имеет некоторое сходство с Chrysler 300C, по крайней мере мне так кажется. И вообще, в машине очень много плюсов. Цена и качество реально соответствуют. К качеству у нас вообще нет никаких вопросов, ведь это General Motors, а этим ребятам точно можно доверять. Огромный опыт, как ни крути. К примеру, когда возникло ДТП с участием Ravon R4, мы увидели, что находится внутри, ну так сказать. Оказалось, все крепкое и добротное, как в настоящем американце. Металл, кстати, оцинкован. Ржавчины нигде нет, как на современных автомобилях. И для нашего рынка завод делает дополнительный антикор, поэтому к железу вообще вопросов никаких нет. Также, кстати, при покупке читал отзывы о надежности. Есть группа Ravon ВКонтакте, на Drive2.ru, очень много бортовых журналов, которые читаешь и понимаешь, что люди просто катаются и ничего не ремонтируют. В этом мы убеждаемся лично. Машины работают сутками напролет и чувствуют себя прекрасно, не доставляя никаких хлопот в плане обслуживания. И цена машины около 10-12 тысяч долларов. Что мы еще можем найти таких размеров на рынке с таким отношением цена-качество? Кто-то скажет, как же Логан? Нет, только не Логан. Логан здесь вообще не дотягивает. Что хочется сказать по удобству, в первую очередь, это удобная посадка, просторный салон и широкие двери. Очень важный момент для автомобиля, особенно который работает в такси. Большой багажник здесь тоже очень кстати. Конечно, это не универсал и не хэтчбэк. Сюда не всунешь что-то большое перевести. Тем не менее, он больше, чем у любого одноклассника и это приятно. Радует список оснащения автомобиля. За эти деньги вы получаете и кондиционер, электропакет, подогревы сидений, аудиосистема с Bluetooth и достойным звучанием. Для бюджетного автомобиля, конечно же. Ну а что еще надо? Еще очень порадует экономистов то, что с завода машины адаптированы к работе на газу. Например, в Узбекистане все ездят или на 80-ом бензине, или на газу. Поэтому американцы усилили поршни, клапаны, поменяли настройки блока управления двигателем. И даже на самой старшей машине, после 300 тысяч километров на метане, проблем с мотором нет. Кто сейчас сможет похвастать таким качеством? Kia или Volkswagen Polo? Ну вот реально, нет равных по качеству автомобилей. Подвеска здесь мягкая и надежная. Никакого грохота и стуков машина едет плавно и легко справляется с ямами и неровностями. Это большой плюс равон. Говоря о недостатках, можно сказать, что закрывать двери бывает проблемно. Нужно приложить небольшое усилие. Очень часто пассажиры не закрывают их до конца. Хотя, в принципе, во многих бюджетных автомобилях реально есть эта проблема. Ломаются еще дверные ручки, съезжаются от своих мест. Приходится снимать, направлять и заново ставить. Также легко царапаются пластиковые элементы. С этим надо быть, конечно, аккуратнее. Но это реально так в любой бюджетной машине. На этом все минусы и заканчиваются. Возможно, проблема с ручками пластиком, специфика работы в такси. Если вы будете использовать машину для себя, не думаю, что эта проблема возникнет. По другим машинам можно сказать следующее. Был один неприятный случай на одной машине с коробкой автомат. Обнаружили следы масла в расширительном бачке. По итогу выяснили, что дело в радиаторе охлаждения. Он одновременно охлаждает и двигатель, и коробку передач. И масло из коробки попадало в расширительный бачок. В итоге проблема решилась с заменой радиатора. Но вообще это гарантийный случай. Так что претензий у нас нет. Так как из 11 машин это одна гарантийная поломка. Мы планируем автомобили обслуживать самостоятельно, говорит владелец таксопарка. Запчасти не проблема. В общем-то, все расходники недорогие и можно приобрести без проблем. Куча альтернативы. Не обязательно ставить оригинальные. Достаточно хорошее качество и неоригинальных запчастей на Ravon. Хочу заметить, что если присмотреться к подкапотному пространству, то можно найти много сходства с Opel Astra G. Это один из лучших по ресурсу автомобилей. Я думаю данный автомобиль можно порекомендовать любому. И для семьи, и для работы. Очень недорогой и ресурсный автомобиль. Дело дизайна, это уже конечно вопрос вкуса. Да, возможно он не самый красивый среди одноклассников. Зато самый большой и удобный и качественный, я бы сказал. А что касается клиренса, толкать его не придется. По крайней мере в городских снегах, в выездах на даче клиренса хватает с головой. Итак, спасибо вам за просмотр. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал. Очень будет интересно узнать ваше мнение.